ПОНЬ! Небольшую предысторию, связанную с этим домиком. As usual, как говорится. Мне кажется, или практически все наши строительные ролики начинаются с этой фразы. В любом случае, советую вам сейчас нажать на паузу, пойти заварить чаек, кофеек, взять с маколоки. Ну а я вам сейчас расскажу, что же за домик мы с вами будем строить. Итак, начнем с того, что несколько месяцев назад я совершенно случайно нашла этот домик. И я думаю, что по форме вы уже поняли, что этот домик относится к типу Modern Farm Houses. Если можно, конечно, так сказать, дорогие архитекторы-строители, пожалуйста, исправьте меня. Но назывался он вроде бы Modern Farm House, и мне он очень сильно понравился. Я думаю, что вы уже обратили внимание, что я достаточно часто строю подобные домики. Вот, например, для сотни детей мы с вами даже с использованием доп-контента смогли построить достаточно симпатичный домик. Я, кстати, думаю, что нужно будет как-нибудь еще раз попробовать перестроить тот домик. Я находила похожую схему того Modern Farm House, который у нас сотни детей, но внутри он трошки отличался. Поэтому, возможно, у нас будет еще и перестройка того домика. Ну да ладно, давайте вернемся к этому. В общем, увидела я этот домик, он мне очень сильно понравился. И я решила, что нужно попробовать построить его в 74, ваш Капитан Очевидность. Я его отложила в специальную папочку, у меня есть строительная папочка, где есть очень-очень много различных домиков, ребята. Вы даже не представляете, у меня огромная коллекция. Я думаю, что еще на многие годы вперед у меня есть очень много различных домиков. Причем и маленьких, и больших, и каких-то необычных. В общем, домиков действительно много. Но этот почему-то, знаете, мне настолько сильно понравился, что я его решила добавить в первую очередь. То есть я решила, что построю его в ближайшее время. Ну, ближайшее время, конечно же, не наступило. Например, в ближайшую неделю. Он полежал у меня где-то месяц-два. Ну, и затем я решила к нему наконец-то приступить, к этой постройке. И тут было самое интересное. Как вы понимаете, это Modern Farmhouse, как я уже сказала. И я его видела сначала в Коппердейле. Да, я же правильно произнесла название этого городка. Ну, я надеюсь, что правильно, потому что я же мастер произношения и могу все напутать. Я сначала хотела его разместить там. Вообще, первая дилемма, которая у меня возникла, это размер участка. Потому что сначала я его разместила на участке 20х20 в Бриндлтон Бэе. И знаете, я на него смотрела. Он на меня смотрел. Я на него снова посмотрела. И поняла, что это слишком маленький участок. То есть он вписывается туда идеально. Поэтому, ребят, если вдруг вашим симам нужен какой-то маленький, но уютный и симпатичный домик, попробуйте его там разместить. Этот домик занимает, я вам сейчас даже скажу, 12х13 клеточек. Ну, то есть, если взять такой квадрат и в этот квадрат вписать вот этот домик, вам понадобится 12х13. Можно его, конечно, трошки уменьшить. Но мне хотелось, чтобы он был вот такой вот величины. В общем, я его вписала в эти 20х20, смотрела, смотрела и поняла, что мне чего-то не хватает. А точнее, территории вокруг этого домика. Поэтому я решила, что не, надо его куда-то переносить. Коппердейл тоже покрутила по круте. Там есть, кстати, классный участок, на котором находится, сейчас Даша будет вспоминать, там находится домик, по-моему, для отпуска, если я не ошибаюсь. Он мне, кстати, очень нравится. Он находится внизу, почти по центру, возле участка 20х20. Даша, мастер объясняй о ней. Недалеко от колеса обозрения. Я его тоже туда думала вписать, но, знаете, я его туда разместила и шось на Т. Поэтому я решила двигаться дальше. Еще один городок, который, мне кажется, ну, отлично подходит для модерн-фармхаузов и вообще для фармхаузов, это, конечно же, Бриндлтон-бэй, мой один из самых любимых городков. Но, опять-таки, там есть участок 20х20. Окей, классный участок, туда нифига не вписывается в плане дворика. То есть у нас будет отдельный домик и все, до побачения и воробачения. Дальше я подумала насчет участка, знаете, там есть такой очень красивый возле водопада. Ну да, подумала-подумала, посмотрела-посмотрела я на тот участок и поняла, что он, понимаете, он вытянут вдоль, а не поперек. Ну, я мастер объяснения, в общем, вы поняли. Он 20х30, а не 30х20, как мне надо было. Ну и там как-то оно так себе тоже не вписывалось. То есть, к чему я веду, ребят? Каждый раз, когда я подбираю участок, я строю дом. То есть я строю этот домик, если мне не нравится, я его сношу, перехожу на следующий участок и снова его строю. Пытаюсь подстроить под участок. Ребят, времени у меня уходит обычно на вот эти постройки очень много. Вот, например, на вот этот дом у меня ушло 3 дня. То есть я первый день только крутила-крутила все возможные участки, даже делала какие-то наброски, меняла схему, но потом решила не. Лучше я выберу тортозу. Самое интересное, что в какой-то определенный момент мне, знаете, так торкнуло в голову, типа, мол, Даш, а может быть, тортоза, а может быть, он тут будет смотреться. И знаете, какой мне сразу пришел в голову участок? Сразу же мне пришел в голову вот этот участок, где мы с вами строимся. Причем самое интересное, я помню, что как только вышли свадебные истории, я увидела вот этот участок, я долго думала, а что тут построить? Мне, кстати, подкидывали интересную идейку попробовать построить на вот этом вот участке старую церковь. Такую, знаете, вот в стиле тортозы, что-нибудь такое, знаете, местечко для романтик-венчаний, для празднования свадьбы. И, кстати, как вам идейка, мы уже якусь попробуем построить. И я, знаете, когда увидела вот этот вот участок, я на нем бывала пару раз с нашими силами, и, знаете, как-то я не придавала значения вообще, что тут на этом участке есть, чего нет. И когда я смотрела сверху, ну, если вы видите, получается, на карту, и вы посмотрите на этот участок, мне почему-то казалось, что нам будет доступен не весь вот этот вот огромный пляж. Ну, Даша Додик, бывает у меня такое. А маленький кусочек. И я захожу на вот этот вот пляж и понимаю, что мне будет доступен огромный пляж. То есть у нас вот и так 20 на 40 участок. Я сначала, конечно, трошки расстроилась, потому что я не планировала строить такой огромный дом, там, какой-то огромный участок. А учитывая, как я не люблю придомовую территорию развещать, нет-нет-нет. Ребята, ставьте лайк, кто-то уже не любит заполнять придомовую территорию. В общем, сначала я расстроилась. Потом думаю, не, нафиг расстройство буду строить. И в итоге, кстати, мне понравилось то, что у меня получилось, но меня ждала новая проблемка. Я долго думала, кстати, вот здесь сейчас, пока мы с вами добрались до вот этого вот строения кухни, вы сейчас увидели, я где-то в Инстаграме давным-давно увидела, что с помощью вот этих вот подъемов можно делать классную мебель. То есть можно самому придумывать какую-то вот такую вот, видите, с перекладинами. Можно их спереди разместить, я решила сзади. Спереди можно в другой кухне, потому что здесь у нас все-таки шкафчики-полочки, и как-то оно будет недуже. Значит, возвращаемся к нашим барашкам. Я сначала построила этот дом на 95%. Ребята, на 95%. То есть внутри уже была мебель, украшение темного цвета. Я здесь разместила темный пол, темную мебель, вообще совершенно другую. И как-то, знаете, я вот практически закончила его строить, и тут думаю, блин, ну мы же строим в Тартозе. Но здесь же песок, такая, знаете, вот романтик атмосфера. Ну даже какой темный! Хотя темный смотрелся стильно. Я решила все снести. И я трошки поменяла даже схему того домика. То есть у меня был один домик, я его полностью переделала. Взяла совершенно другие материалы и приступила к постройке. Ребята, сказать, чтобы было больно, это ничего не сказать. Потому что, понимаете, когда вы практически полностью построили домик, и потом тебе нужно все сносить, то ты начинаешь все это тихо ненавидеть. Учитывая, что я все совершенно по-другому расставляла, то есть, ну как бы изначально у меня вообще должна была вот, например, в спальне кровать смотреть туда, вот туда, вот к этому окну двери, я потом решила, что тут будет не окно, а дверь. Мне вообще очень нравятся вот эти вот раздвижные двери, но, блин, проблема в том, что это арка. То есть, как бы, хотелось бы, конечно, Дашу теперь мечтать, мечтание Даши, чтобы эти арки можно было, ну как, чтобы это было дверь, и они могли открывать-закрывать, но выахнет, такого у нас нет. Поэтому придется нам просто с вами трошки страдать, смотреть на это, и надеяться, что когда-нибудь, может быть, где-нибудь такое будет. Мне просто очень нравится вот эта вот идея в таких вот, знаете, отпускных домиках, чтобы было, знаете, ну эффект, мол, ваши симы просыпаются, открытый такой вот пейзаж, у них там открытые двери, они могут открыть и закрыть, ну ладно. Я решила построить им встроенный шкаф, да, он 2 на 4 клеточки, и, то есть, как бы, симы там могут пройти, но, ну как бы, он, конечно, симпатичный, но, блин, маловато будет, узковато, то есть, нужно будет втянуть живот и пройти вот там, вот видите, потому что двери вот так вот торчат, и я их в итоге вообще туда развернула, потому что от себя была какая-то жибка. Возвращаемся к нашей постройке. Это домик для двоих. Конечно, можно здесь поэкспериментировать и добавить еще раскладную кровать, то есть, будет домик для четверых, можно, конечно. Если нам когда-то добавят мансарды, блин, будет смешно, если я записала этот ролик, потом вышли мансарды, я знаю, каждый раз это говорю, просто, вы же знаете, я иногда постройки, у меня есть постройки, которые могу записать за полгода до выхода ролика, и потом, я представляю, там все уже изменилось в симсе, я такая, сижу во мною, дайте мне мансарды, я хочу мансарды. Ну, в общем, здесь можно было бы добавить еще а-ля мансардный такой вот этаж, но я решила не мучить Sims 4 и не мучить этот домик. Значит, что мы тут дальше размещаем? Здесь это была комната вообще, в принципе, по-моему, тоже что-то для вот таких вот всяких вещей, типа что-то, я хотела сказать, калидора, какой калидор, это что-то типа кладовой. Я думала здесь разместить стиралку, но мне как-то так, знаете, показать, что стиралка, учитывая, что вход, вот, кстати, вот в этом помещении, был через улицу, то есть там двери нет с другой стороны. Если с той стороны добавить дверь, то, в принципе, можно было бы здесь и прачечную разместить, и что-то такое, но я решила не, хай здесь будет что-то типа, ну, вот, знаете, кладовой, плюс здесь можно прокачивать механику. Также у нас здесь есть рабочий кабинет. Опять-таки, если вы большой экспериментатор, вам нафиг не упал тот рабочий кабинет, вы убираете рабочий кабинет и размещаете, например, здесь детскую. То есть, понимаете, за что я люблю подобные домики? Что здесь, вот, допустим, в этом доме можно экспериментировать в плане размещения. То есть, ну, вот, допустим, у вас здесь будет жить не два персонажа, или это будет не отпускной дом, а дом жилой, и, допустим, сюда переедут молодожены, у них родится бэйбик, а может быть и двое, а может быть и трое, и вы всегда можете вот этот вот рабочий кабинет переделать в небольшую детскую. То есть, будет смотреться все очень симпатичненько, красивенько. То есть, опять-таки, все зависит от потребности ваших симов, от того, что вы тут бачите, что вы тут не бачите, но мне кажется, что вот такие домики, конечно, очень классные. Еще один мини, такой вот моментиц. Я подумала о том, чтобы этот домик сделать в стиле тайни-ливинга. Вы же знаете, как я люблю тайни-домики. Но, знаете, проблема была в чем? Вот в этом, вот, 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 как ты там называешься, как ты, терраса, задний двор, ну, в общем, там, где стоят вот эти вот все штучки, ну, в смысле, диванчики и креслица, она занимает место. К сожалению, это как фундамент, как площадка, она занимает место. Если вы не хотите использовать здесь фундамент, если ваш дом будет стоять на земле, то, в принципе, это получится даже домик тайни-ливинга. Можно там трубочки убрать, тут и, в принципе, тайни-ливинг обеспечен. Я его даже сделала изначально как тайни. То есть, вы представляете, вот я вам сейчас рассказываю, вот эти вот все изменения с домиками, то есть, это все занимает время. Меня там часто спрашивают, Даша, когда будет такая постройка, такая? Вот если на такой небольшой дом, учитывая, что, как бы, вроде бы я его увидела, ну, в жизни, я его совершенно по-другому переделала. То есть, ну, в плане, что у меня здесь были какие-то свои виды, то есть, я переделала и кухню 10 тысяч миллионов раз, потому что мне все не нравилось, и кабинеты перестраивала много раз, то есть, это все занимает очень-очень много времени. Хотелось бы, чтобы трошки меньше, но шо поробешь, как надо, так надо. И здесь у нас, как видите, рабочий кабинет. И тут я решила разместить кабинет для художника, в принципе, здесь можно для музыканта. Когда выйдет пианино, скорее всего, этот ролик выйдет, когда пианино уже будет, можно здесь пианино, может быть, здесь будет кабинет музыканта. Но пока что я решила, то есть, у нас такие, знаете, базовые, механик и художник. То есть, учитывая, что если ваши симы, например, блин, знаете, чего здесь надо было добавить? Даша, ты тупик. Надо было гитару добавить. Представляете, романтика, там у нас на улице будет костер, два симы. Допустим, они поехали в Тартозу, медовый месяц, он сидит у костра, играет своей любимой какую-нибудь романтическую песню вечером на закате. Ну, в общем, что-то такое у нас получается. Даша поперла. Можно, конечно, всегда докупить гитару, можно, допустим, в принципе, ее не размещать. Все, учитывая, что если ваши симы сюда приехали отдохнуть, может быть, они с собой из дома возьмут гитару. Я надеюсь, что они у вас умные. И обязательно возьмут гитару, потому что тут гитара должна быть, Даша, ну как? А может, подождите, а может, я добавила? А может быть, добавила? Хотя, скорее всего, я не добавила. Кстати, вот эта оранжевая лампа, она очень фигово светит. Я когда меняла свет, я смотрела на вот этот свет, свет смотрел на меня, и мы понимали, что у нас тут... Их тут нет. Света тут нет. Возвращаемся к этому домику. То есть, опять, почему я говорю по поводу художника и этого самого, и механика. То есть, если, допустим, у вас симы здесь именно живут, то вы же знаете, это самые прибыльные дела. Теперь время украшений, ребят. И что нам идеально подойдет? Редактирование в режиме жизни. Из мода Better Build. Мод Better Build. Самый лучший Better Build. Реклама мода. Значит, в общем, из этого мода, конечно, очень удобно выбирать всякие, допустим, штуки из отладки, из режима редактирования жизни. И тут, понимаете, даете волю фантазии. Учитывая... А, кстати, забыла про маленькую предысторию рассказать, которая мне пришла в голову. Вот Даша, да, вотик. В общем, мне кажется, что может быть... Вообще, изначально я думала, что это что-то типа лодочной станции, может быть, было. Может быть, это был какой-то старый дом. Там, не знаю, он принадлежал, может быть, какому-то рыбаку. Приехали, допустим, его там дети, внуки, и решили его отстроить. То есть, почему это достаточно такой старый, затертый, видите, участок? Тут какие-то там поросла трава, там что-то еще стоит. Мне кажется, что, если, опять-таки, это брать не отпускной, а жилой дом, то, допустим, его дети, внуки приехали, мол, как бы... Дом-то неплохой, что-то где-то отремонтировали, привезли новую мебель, ну и, в принципе, теперь здесь можно жить. Да, почему необычный участок? Потому что, ну, как жилой, он не особо вписывается, мне кажется, в тематику тартозы. Я могу, конечно, ошибаться, ребят, напишите в комментариях, как думаете, хоть трошечки он вписывается в тематику тартоз? Потому что, опять-таки, есть определенные типы домов. Вот я же говорю, мне вот эти вот фармхаусы, это чисто Коппердейл и... этот самый Бриндлтон Бэй. Вот я их только там вижу. Вот все вот, хоть что говорите, не говорите. Но, с другой стороны, я потом здесь пробежалась по городку, посмотрела. В принципе, он, как бы, знаете, на отшибе. То есть, действительно, может быть, это была лодочная станция или какой-то старый, вот, действительно, такой домик рыбака. Ну, и, в принципе, ну, он себе стоит на отшибе, стоит себе и никому не мешает. Еще я здесь им решила добавить... Кстати, ребят, я лазила по режиму отладки, вот этого вот редактирования, и там было очень много домов. Ну, знаете, вот эти, которые у нас бэкграундные, и они такие классные, я хочу их перестроить, как обычные дома. Ну, то есть, как бы, снаружи они показаны, внутри, может, с вами мастера придумывать, можно придумать, и получится реально классные домики. Причем, учитывая, что в каждом городке есть такие вот домики с бэкграунда, я думаю, что мы с вами обязательно займемся. И там была вот такая вот беседка. Я решила, что, ну, та беседка, она же не будет функциональной, она же просто беседка. Я решила свою вот такую вот построить. Опять-таки, если это домик рыбака, здесь, может быть, он там рыбку жарил, вот я поэтому решила тут гриль добавить, такой вот старый затертый столик. Вот, кстати, схема дома. План дома. Я только его вам показала, потому что тогда бы, в противном случае, все было бы очень мелкое. И мы с вами отправляемся на экскюршн. Знаете, мне здесь нравится. Мне в итоге понравилось, что получилось. Он такой, знаете, трошки затертый, даже не заброшен. То есть сам участок еще не приведен до ладу. Но в целом, оно, знаете, такой вот какой-то вот, я не знаю, мне понравилось, уютно. Я люблю такой творческий беспорядок на участке. Сейчас вам покажу, как он выглядит внутри. То есть внутрь, допустим, приезжают друзья к нашим владельцам этого дома. Они такие заходят, типа, вау. А тут у вас очень стильно и красиво. То есть висят какие-то яркие картинки. Есть какие-то симпатичные, видите, такие мордашки. Значит, заходим. И здесь у нас кабинет. Небольшой. Мне, кстати, очень понравилось вот это вот висячее растение. Я его решила тыкать везде, потому что, блин, они реально смотрятся очень круто. Вот эти вот весюлечки. И, в принципе, занимают не так уж много места. Здесь у нас выход на задний средний дворик. И плюс этот утилити, не утилити рум. Это, скорее всего, ну, что-то типа кладовой. Там у нас несколько столиков. Там также можно посидеть у костра. Здесь у нас вот это вот, как я сказала, утилити рум или кто-то там у нас такой. Там, кстати, сундук. Возможно, кто-то из них выловил сундучок из океана. И, может быть, там какие-то русалочьи секреты. Здесь у нас кухонька с кучей всяких приправочек и прочего. Здесь у нас проход в ванную комнату. Кстати, я решила здесь добавить душевую. И, в принципе, вот. Мне, кстати, очень понравилась идейка. Я когда-то где-то увидела. Вот так вот встраивать, получается, раковины. И, кстати, я крайне редко использую эту раковину. Поэтому, мне кажется, с камнем она сочетается просто бимба. Движемся дальше. Здесь у нас спальня. Ребята, посмотрите. Вот этот вот выход на старый, трошки разрушенный. Причал? Это же причал, да? Я надеюсь, вы мне исправите, если это не причал. Здесь мы с вами проходим. И вот видите. Вы видите вот эти вот проблемы со шкафчиком? Да, я его сидела вручную и заполняла. Ребята, это было что-то с чем-то. Ну и тут мы с вами выходим. Утречка можно пойти поплавать. Можно позагорать. Там лежит несколько полотешек. Тут у нас, может быть, ребята привезли лодку, хотят покататься. Ну и здесь вот такая вот беседка. Тоже под старой крышей. Но я думаю, что со временем они здесь поубирают. И этот участок просто расцветет. Ну что, друзья мои, я надеюсь, вам понравился этот домик. Он мне очень понравился в итоге. Сначала я трошки фукала, но потом поняла, что он очень даже ничего. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я вас вдохновила на шостяковеньке. Давайте мы с вами уже увидимся в следующей серии, в следующем интересном видео. Договорились? Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok